Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики канала МедНаука.нет. Меня зовут Богородицкий Евгений. И в данном видео соприкоснёмся с вами темы семьи и семейной психотерапии. Я планирую сделать несколько роликов на данную тему, так что этот будет вводным. Когда-то давно, когда я только пришёл учиться зам семейной психотерапии на первом занятии, преподаватель в самом начале неожиданно задал нам вопрос, а вы семейный человек? И вот мы тогда, начинающие психологи, психотерапевты, смешанная была группа, как-то стали на него отвечать. Кто-то сказал «да» и аргументировал свою позицию, кто-то сказал «нет» и тоже какие-то аргументы привёл. Даже были те, кто по каким-то причинам затруднился ответить. Прошло какое-то время, и вот теперь уже я, когда читаю вводный курс в рамках данной дисциплины, при первом знакомстве точно так же слушателям задаю вопрос, а являются ли они семейными людьми? И точно так же я получаю различные варианты ответов со своей аргументацией. Если вам будет интересно, поставьте видео на паузу и попробуйте себе в качестве эксперимента тоже ответить на данный вопрос. А если вам не сложно, поделитесь в комментариях, почему вы выбрали тот или иной вариант ответа. Мне будет интересно об этом узнать. Давайте продолжать. Если немного перефразировать известного семейного американского психотерапевта Карла Витакера с книги «Полночные размышления» семейного психотерапевта, которого появился мой интерес, и я начал двигаться в сторону работы с семьями, то все мы семейные люди. Действительно, у нас может не быть на данный момент жены мужа, но у нас живы родители, родительская семья. У нас может не быть родителей, но у нас есть воспоминания о них. Даже если хорошенько присмотреться, какие-то там привычки, шутки, устойчивые выражения, ритуалы могут остаться. Может так сложиться жизнь, что по каким-то причинам родителей не было, но были лица, которые выполняли их функции. Мы точно так же о них помним. Семья – это то место, откуда мы уходим на работу, на учебу, развлекаться, ходим к психотерапевту или психоаналитику, а потом туда же и возвращаемся. Вот вы сейчас это видео досмотрите и вернётесь к своей семье. Физически, либо в мыслях, либо в фантазиях. Семья – это вообще очень важная часть нашей жизни. Она может быть как источником огромной радости и счастья, так и, к сожалению, источником большого страдания. Не случайно Владимир Николаевич Мясищев, наш советский психиатр, психотерапевт, медицинский психолог, который, на мой взгляд, разработал очень удачную концепцию личности как системы отношений и основанную на ней систему помощи страдающим людям. Об этом я тоже, думаю, сниму отдельное видео. Так вот, Владимир Николаевич Мясищев помещал семейные отношения однозначно в сферу особо значимых. То есть это те отношения, которые оказывают на нас прямое влияние. Причём и на наше здоровье, и на наше настроение, и на нашу способность работать, достигать каких-то успехов, денег, в конце концов, зарабатывать. И от того, насколько удачно складываются эти семейные отношения, настолько мы эффективны, что ли, в данной жизни. Возможно, так случилось в какой-то момент, что вы приняли решение или подумали о том, что неплохо бы обратиться за психологической или психотерапевтической помощью. О том, как вы быть психологом, я уже отдельное видео снимал. Теперь немного поговорим про форму. Если вы в данный момент живёте один, то самый очевидный вариант – это индивидуальная форма помощи. Терапия, консультирование – сейчас не суть важна. Менее очевидный вариант – это комбинация личной терапии и в дальнейшем групповой. Но если вы семейный человек, а особенно если вы проживаете с мужем или женой, я бы рекомендовал хотя бы на каком-то этапе обратить внимание, что же в вашей семье происходит. Это важно. Почему? Поделюсь с вами информацией, потому что я считаю, что мне повезло, так как в своей жизни я был как на стороне клиента, так и в данный момент уже выступаю в роли семейного консультанта. Семья – это вообще такая достаточно интересная и сильная форма человеческих взаимоотношений. У неё есть свои эволюционные предпосылки, то есть она возникла не просто так. Семья имеет свои определённые механизмы развития, функционирования, у неё есть свои кризисы, и они отличаются от жизни вне семьи. Именно поэтому семья порой может очень сильно сопротивляться тем изменениям, которые вы будете приобретать в результате качественной работы со специалистом, помогающим профессией. Это нормально, так как является прямым следствием системных внутрисемейных процессов. С другой стороны, если мы будем грамотно использовать этот потенциал, который, я уверен, есть в любой семье, у нас есть уникальная, а она для одиноких принципиально недоступна, возможность быстрее и эффективнее помочь человеку справиться с трудностями. Если просто выражаться, то потратите меньше времени и денег. Да уж простят меня специалисты, которые работают индивидуально, но моя позиция с системной семейной точки зрения на индивидуальную терапию очень простая. Индивидуальная терапия всегда увеличивает расстояние между супругами. Смотрите, стандартный вариант. Человек один раз в неделю ходит на консультации, о чем-то там рассказывает, о чем-то общается с психотерапевтом. Как правило, это такие достаточно интимные, значимые для человека вещи. И второй партнер об этом знает. Эта информация будет порождать внутри семьи определенные напряжения. А если учесть, что семья, с моей точки зрения, такой своеобразный живой организм, по своим законам функционирующий, у нее там и так иногда бывают внешние, внутренние ситуации, когда напряжение возрастает. Может так сложиться, что в результате, в том числе индивидуальной психотерапевтической работы или психологического консультирования, это напряжение кратно вырастет, и семья вступит в один из своих кризисов, ненормативных. Бывают еще нормативные кризисы, отдельное видео обязательно я об этом сделаю. И тут уже включатся системные механизмы внутри семьи, чтобы с этим напряжением что-то делать. А вот универсального ответа на этот вопрос, а что будет, к сожалению, нет. Поэтому я всегда аккуратно смотрю на семейных людей, чтобы в том числе эти феномены, возможные в будущем, планировать и учитывать при стратегии планирования помощи. Потому что работая с человеком индивидуально, еще раз скажу, например, я забочусь о уменьшении в его жизни страданий, или кто-то скажет увеличении его личного счастья и благополучия, а ведь они, может так случиться, что и не связаны с семьей. Как я уже говорил, семья может являться вообще-то источником хронической психотравмирующей ситуации, хроническим источником страданий. И тогда в результате качественной работы, личностной, индивидуальной, человек может начать задаваться вопросом, правильно ли я выборы сделал, нужна ли мне вообще эта семья и так далее, и так далее. Я не утверждаю, что так бывает всегда, но тем не менее определенный риск, уже исходя из этих предпосылок, которые я с вами поделился, он есть. Поэтому, когда я встречаюсь на сессиях с семейными людьми, во-первых, я про семью всегда спрашиваю, потому что, еще раз, это сфера особо значимых отношений. Но если человек у нас семейный, я его всегда предупреждаю, что в какой-то момент ваша семья может напрягаться, это будет нормально, да, и призываю на это обращать внимание. Возможно, в какой-то момент имеет смысл семье прийти на консультацию, чтобы посмотреть, оттуда ли мы все вместе движемся, все ли у нас там нормально сейчас идет. Спасибо большое за внимание. В этом видео, еще раз повторюсь, была вводная часть. В дальнейших видео будем подробнее разбирать, что такое семья и на что специалисты моего направления, системного, семейного, обращают внимание. И рекомендую обратить, соответственно, внимание вам я. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok